одеваясь я фантазировал о мелфах ой то есть как куплю оля тамагочи телевизору пизда я его обоссал я просто я это дрочил на порно-канал и и случайно все залил спермой мама весь телевизор просто в малофье посмотрите на эти эстетически прекрасные превьюшки это их поярче бы сделать было бы хорошо тема же делать то что у меня солнце бьет в окно орлики дарова это юрик он вернулся он вернулся на youtube и зим когда-то даже стримили вместе и он вернулся мне очень нравится вот эти пюшки особенно вот это даже чем-то эротично и они все довольно эротично особенно вот это вот слушаю меня аж писюн немного встал не ну вот это прям самый сок а это мой любимый антон плакса в общем ссылка в описании передайте привет юрику от трех лиц слушай о чем что просмотров у него так много на и я не понял сейчас оставлю ему привет от трех лиц под видео ссылка в описании я какой крол опасной орлы это мини кролл и я знаю конечно что купленов уже прошел но я еще не прошел это к чему к тому что спасибо тому кто мне на стриме напомнил что я не прошел так игра что заново начинается сохранялся я извините ради чего он очнулся от пламени адского пожара а вот мы закончили с вами здесь давайте попробуем еще раз засовет за просто посмотрим сработает ли может сейв какой-то глючный получился удалить вы уверены что хотите уверен я соблюсь на другой слот я не знаю что это поменяет ночью мы продолжаем играть дальше орлы в зайчиков крола вот почему-то мне совсем не хотелось смеяться а доли это ее собой вот именно поэтому потому что на меня волчара напал волк позорный кстати он со спиной больше на шурика похож спереди ну по-другому он выглядел в том мультике который нам показали кто мог прийти к нам в этой глуши мы здесь никого не знаем хватит названивать господи что-то так нас настырные какие от нелепой мысли что утренние гости пришли прямиком из лесу стало особенно неуютно суша у меня что-то словарь здесь бабай ты не знаю кто такой бабай отстаньте я не за обидно что только у меня такая проблема с сохранением это просто обидно боишь ты играешь у тебя сохранение так берет и берет и через колено тебя не надо я все сделаю что скажешь приходишь зазвучали неразборчивые пожилые голоса каких-то дедов подмывала подмыться ну что вонял в шкаф под стол занавеску куда любят прятаться улик твою мать этой школы наверное мама я до домашку съел сел волк я еще не делал ногам словно гири привязали я поплелся в коридор для это полиция два милиционера возвышались на пороге лео это ссс рия получается если милиция получается в стране ссс рия еще того юла в детстве у меня юла была такая на есть кто не знаете light такая штука ты вот жмешь сверху как насос такой и она ти крутится и делает тип она поет пока крутится в чем прикол до хрен его знает но тип у меня на было сей не помню играл играл и прикольно она крутится и делает а так на самом деле ходит на так два в общем милиционеры одних пахло морозом и тревогой мама завидев машина смехалками обычно кривилась и ворчала хуже бандитов но сейчас она выглядела несколько растеянного тут моя залька хуже бандитов а когда что-то случилось кому ты пойдешь правильно к дяде милиционер здравствуйте здорово учет и старший позвоню мрачный мальчик вчера потерялся вовый зовут wow wow вон ушел по грибы оба вон ушел за сигаретами и не вернулся видимо грибы нашел пожалуйста ты его не видел еще замок я блин а второй день тут никого не видел никого не знаю я вообще страшно лица я протянул мне пожилую фотокарточку но ей был изображен некий вова мне найти эти анимации классного вообще рыжий паренек лет 8 был запечатлен на фоне ковра ну что самое главное вы лежали как полосатого котика барни и широко улыбался потому что котик пока еще его не оцарапали точно посмотри внимательнее это репетура этого голоса очень похож на гейсенберг из разнотого осень где мне его видеть и что никого не знаю ты из дома то почти не действительно почему гейсенберг может видел в окно в окно у меня мальчики постоянно перед октами прям бегу не у меня серьезно бегут и мальчики и девочки вообще все бегут перед окном да у тебя ведь окна на лес окно нет не видел ясно ху ясно голос его был усталым а вот взгляд долгий не вносимо тяжелый он смотрел на меня так будто в не будто в чем-то подозревал да слушал так на тебя смотрит типа тебе тоби пизда вот такой взгляд это я вижу его тень падала на меня и невольно стурился под весом смутной вины наконец-то вау от меня взгляд милиционер бэгла смотрел прихожую лестницу и трещины на потолке которые я почему-то сих пор вы кстати как на новом месте попривыкли уже понемногу только вот дочка маленькая по городу скучает и бывает я по городу тоже скучал не люблю все эти деревенские скучает значит из местных вас никто не беспокоит случайно как-то сказал как-то сказал то странно не знаю но местные животные местная фауна меня беспокоит но я боюсь тут не милиция нужно экзорцист но спс братан нет ими ты мне не нужен серые глаза милиционера вновь кстати насчет и есть вот игра скоро выйдет милиционер где чел тобой типа здоровый следит за какой-то деревне буду ли я в нее играть спросите вы на стиме спрашивания а вот буду кстати комменты самые топовые ну я знаю что мода немножко прошла на эти комменты из предыдущего видео в это но если вы напишите что-то струнно она попадет как видите вот эти люди которые мелькают тут по протяжении видео они как-то попали в это видео они заслужили свое место здесь может вам помочь как-то я спросил не уверен что показать себя воспитанным мальчиком просто скорее закончить неприятно разговор чувствую сейчас они что-то не за обозлятся я вот стою и думаю а чё-то блин ты малец на племеша моего похож на перемешал я послушаюсь я на пельмеша похож малыш да ты на боевой пельмеша похожи с утро ел пельмеши эти вот тебя общаться взял и съел еще бы он облизнулся игривая а так вот это было бы смешно шустрый парнишка твоих лет с такими же окулярами все книжками зачитывался детективами хотел стать полицией а в итоге попал в милицию когда летом погостить приезжал говорит что в школу милиции мечтает поступить милиционер начинающий молодой мент как я хотел людям помогать с мекаром помогать сожалению полиция не всегда помогает людям нет функции у нее конечно такая ну вот в реальности к сожалению вот не всегда складывается так как хотелось бы до понимаете мне стало неловко будут придумать ставни участкового кто-то из дальних родственников ох ребятушки лучше дома не вязывайтесь ни во что жизнь сейчас совсем другая пошла да и все так все время на самом деле я что жизнь это люди не идти а что а когда вообще а когда было а когда жить было хорошо я не знаю никогда не хотя хотя не бывает периоды лучше или хуже вообще обычно когда смотришь назад ты часто понимаешь что раньше было лучше понимаете чтобы понять что раньше было лучше нужно пожить сейчас то есть всегда так кажется что раньше вот когда-то раньше было лучше а сейчас типа хуже но это не вся так просто бывает что в сравнении Тебе кажется, что вот сейчас хуже, лучше, но это именно в сравнении Вообще, если раньше было лучше, то вопрос там, а что-то сделал неправильное Почему сейчас стало хуже? Такие вопросы нужно задавать Но, к сожалению, такие вопросы задают только я, Евген, потому что я ебанутый Мамин голос был, так сказать, немножко холоден Что он сказал? Блин, мам, не умничай Ну да ладно Ты, Антон, в каком классе учишься? Я не учусь, я уже работаю, я инженер В шестом Друзей-то на новом месте еще не завел? Какие друзья? Кому я нужен, блин? Пока нет, я только после каникул в школу пойду Тогда вот вам на всякий случай мой номер Звоните, если узнаете, что Ок, обязательно Мне будет скучно, я тебе позвоню, скажу, дядь милиционер, ты к нам заходил Дядь, мне скучно, го, говорить Го, пообщаемся Милиционеры ушли, унеся с собой тени Запах дешевого одеколона и фотографии улыбающегося Четыре пацана Но его лицо все еще стояло перед моими ебанутыми глазами Я думал, каковы мы сейчас там Совсем одну милиционеру или мальчику? Кому из двух? Потому что милиционер вроде было два, а вроде один Непоняток Там почему-то я представляю лес, качающийся На так называемом ветру Как его, каково его бедным родителям И что бы делали мои, если пропал я? Плакали, бились в истерике Я думаю, они бы нового просто ребенка сделали Типа, про тебя бы забыли Или обвиняли бы друг друга, как обычно А со временем вовсе забыли Мам, а Вова этот в нашем лесу заблудился? Нашим, не нашим, уже плевать, он умер Выходит, что так Бедный ребенок Я выглянул в окно на дорогу Милицейский УАЗик укатил по дороге в деревню Ковыряя рассорившуюся краску подоконника Я бы что-то подумал о племяннике участкового Тут же вспомнил детские детективы из серии Черный котенок, которые я сам прочитал Так, сейчас вот черный котенок, УАЗик Это советский, российский грузопассажирский автовид Повышенной проходимости Внедорожник пускается на Ульяновском автобусном заводе Видите, Ульяновск город знаменитый Там автомобили делают А черный котенок в серии книг современных российских И переводных детективов для подростков То есть это двухтысячные В них обыкновенные школьники расследовали разные таинственные дела Нет, они там какие-то расследования проводят Я заметил, оставленную милиционерами цепочку следов, ведущую в лис И тут в голове будто щелкнуло А почему не начать собственное расследование? Не стать супергероем? Может найду пропавшего мальчуга на пацана? А там награду дадут! Вот Оля обрадуется! Она награду съест, если это будет шоколадная монета Она ее сожрет, сто процентов И только Оля, мама с папой Не, они, блин, будут говорить, что типа Сынок, ты нас так напугал! Мы-то думали, ты делом займешься Нормально, работа устроишься плотником А ты детективом стал Пиздец, людей спасаешь Пиздец Сто процентов бы было так Вдруг они на время забудут про свои перепалки Может мне удастся спасти нас от слова на букву Р? Развод, если что Одеваясь, я фантазировал Амилфах Ой, то есть, как куплю Оля Тамагочи Так, Саш, самое время для вставки А то люди жалуются, вставок нету видео Саш, давай вставку прямо сейчас Хорошо, Евген, какую вставку сделать? Да ту самую, ну Тамагочи, ну подумай Тратит свои силы, ведь он быть со мною хочет Маленький и милый, глупый мальчик Тамагочи А себе плеер Sony И много-много кассет А, ну да, 2000-е, даже 90-е может быть А еще целую коробку Kinder Surprise, мадфакер Как последний раз родители покупали нам игрушки Когда были деньги, сынок, а денег никогда не было Ты в России живешь, забыл Осенью кажется-то, а папа тебя уработал Ты самая, которая пела с навязчивой песней А что за навязчивой песней? За песней? Бухгалтер, песня советской женской поп-группы Комбинация Саша широко известный в начале 90-х Я смутно представляю, чем занимаются бухгалтеры Считают деньги вроде Не, ну так-то правда, на самом деле Да, деньги считают Сурок, ты молодец-то угадал Раньше соседи завидовали нам Семью родителей два хватало на сладости Один шоколадный моточек папа делил поровну Мне и Оле Тот момент, когда ты делишь картошку фри с женой поровну Себе То есть ей и ей Всю картошку Бывало Ладно, я шучу А те, нет, мы реально наделим картошку А что? Почему нет? Зачем нам две картошки, если можно одну поделить? Логично, абсолютно Бывало, я отдавал ей и свою пирцу Как бы сильно мне не хотелось Сладенького деду Она же малявка Не терпелось Скорее отправиться на поиск Улик Улик Ага, сейчас Че она такая Я не понимаю, че с мамкой? Че она злая? Почему мать все время злая? Я не знаю, у меня все время такие ассоциации Что родители, они вечно почему-то злые Недовольные Вечно ничего не разрешают Ну то есть У меня были, ну, может не совсем такие Но не знаю, у меня именно такие ассоциации с родителями Или ты думаешь, что почему-то До только они были родителями Они были нормальными людьми А потом стали какими-то другими Чтобы потом милиционеры с твоей фотографией по домам ходили Лес вон какой густой А если мальчика звери дикие утащили Или того хуже? Того хуже принесло себя хампу коридору Да я рядом буду В лес не пойду Там маньяк, наверное, в лесу ходит Да, там маньяк-дрочер ходит в лесу Детей любит Осуждаем подобное Вот если что, Антон, возьми заточку И проткни ему его Дорочило Чтоб больше не делал этого Что я тебе сказала? Мне дважды повторять? Да Лучше портфель собери Или с Олей поиграй Портфель собери? А из портфеля уже собран Что делать? Через секунду на кухне Зашумела пожилая водичка Возможно, мама писала в раковину Это означало, что спор окончен Последнее слово остается за мамой На кухню, во двор Ох ты Выборы, выборы Кандидаты Не важно Так, посмотрим Выборы Выбор Что бы вы выбрали? Давайте, Орлы Что мне выбрать в следующей серии? Вот что никто не выбирает? Я хочу открыть, естественно, то, что секретка Темная душная кладовка Душнина Фу, как Resident Evil Душнина Ну, а мне нравится вот новый Resident Я на максималке именно Поэтому и прохожу, что как-то запало в душ Все время думаю, что Может хоть сегодня перерыв от стримов На максимальной сложности Но не могу Я просто, ну, хочется пройти Хочется дальше играть Серьезно Очень Восьмой резик Очень зацепил Вот я играю в четвертый резик Мы на макс сложности играли И даже за сюжетом следить-то не особо хочется Потому что все эти сюжеты уже знают миллион раз Хочется именно играть Сложность Перестрелки Вот это вот все Мам говорит Ну ты пахнет Пахнет подмышками Ну откуда я и знаю, как они пахнут Ее ужасно не нравится Какая суисту Да Боится, что порежуся Лезвие недавно заточенного топора Как можно это нужно На топор прыгать 28 раз Чтобы порезаться В общем Чел А Оля вообще не заманишь в кладовку Считаешь, там живет баба Я как-то пытался побороть ее страхи Отворил дверь Включил тусклую лампу Мол, смотри, ничего нету Только паутина Папины инструменты И старапанные стены Не поверила А мне нравится прятаться в шкафу Слушка, кодиш, считай, что он же Три-четыре раз Я сейчас буду флейсить под хардбас Саш, можно сейчас вставку тоже сделать С хардбастерами какие-нибудь Типа XS Project или еще что Хорошо, Евген, сейчас сделаем Три-четыре раз Ну, Орлы, как вам новые вставки? Просто сейчас что-то, не знаю, мемы не подходят Раньше мемы музыкальные были У нас были свои мемы, типа Танцы в моей кровати Но сейчас что-то, ну Нету таких А мне нравится спрятаться в шкафу Слушайте, как А, это мы уже Я уже спрятался в шкафу В кладовке, так сказать Давайте на кухню к мамке сходим Обмануть Открыть Хочу открыть Океан Так, посмотрим Что тут, таблетки какие-то? Не, открыть Это тут практически РПГ какая-то Пельмени Почему пельмени В деревянной коробке какой-то? Когда бабушка хранила здесь мороженое для меня, Юля А теперь тут Супой набор дослипшиеся пельмени А, это даже для иностранцев сделали вот это Типа, ну Описание, что такое пельмени Мы-то все знаем Может иностранцы Хотя дамплингс Все знают, что такое дамплингс То есть они это не едят Но дамплингс считается, кстати Азиатским блюдом Китайским Типа думплинги Это Ну, типа азиаты это едят Но, в принципе, иностранцы знают, что такое думплингсы Ну, это пельмени По-английски Думплингс Наебать Так, гладь маме было нелегко Но иначе сблизать из дома не получилось бы Что-то с телевизором случилось Телевизору пизда Я его обоссал Я просто, я это дрочил На порноканал И случайно все залил спермой, мам Весь телевизор просто в малафье И он что-то вырубился Я сам не ожидал Мам, нужно вызвать мастера А телефон я Кот-кот перегрыз кабель телефона И придет с пешком Вызывать ремонтника Мама резко изменилась в лице Из ножа меня режешь Дострелялся в уток своих Говорила же Посадите мне кинескоп своей приставкой Кстати, кинескоп нельзя посадить Это миф Но, сами понимаете Люди темные в те времена были Где мы теперь мастера найдем в дыре этой, а? Ну где, где? Я пойду и найду А может быть не только мастера Может быть просто настройки сбились? Настройки сбились Там это просто нужно Кстати, у меня деда Кинескопический телевизор настраивал Я помню, я к деду приходил Ко он жив еще был Умер от цирроза печени Он просто Он первак любил с утра пить Водка первак Ну и как-то вот Не в то горло пошло И умер Ну бывает Жил-то был Взял Умер Но при этом У него еще был старый телевизор у него И мы когда с мамой приходили Он этот телевизор Ну типа подкручивал Чтоб там цвета были поярче И все остальное И как бы ничего Ничего так нормально Это была Скажем так Плазма Из СССР Ну такой большой телевизор Большой был Ну то есть Такой конечно Старый Но большой На удивление Сходи Посмотри Пожалуйста Нормально же работал Из-за снегопада Наверное Неполадки Да Задуло в телевизор Снег Мама вытерла руки А фартука Хмулись И отправилась в комнату Алямбы Так посмотрим Что могло пойти И так Так надо валить Пора валить Во двор Я тыкнул с хаты Все Туби пизда Пизда демону Демон будет Туби Демон пи Би Би демон Я открыл калитку И вышел в поле Осторожно Что мама не увидела Меня из окон Надо было кстати Попробовать Штурмануть дверь Пока Ну мамка Типа смотрит Давайте посмотрим Вообще Какие достижения Есть Я не знаю Записывается Стим или нет Наверное да Так вы изучили Объект Первый эпизод Настоящий Детектив Вы получили телефон Милиционера Полезные связи Где ж ты Во Вы добыли варежку Беги спасайся Вы сбежали Чертова кассета Записали Реподаж Не были Анзия Провели вечер с сестрой Послушали про Считалки по радио Сладость Вы приняли Угощение Лисы Гадость Отказались То есть Это вот выбор Будет Настоящий Детектив То есть Тут два эпизода Пока что Мы ждем Третье Вошли на свидание С Алисой С Полиной Нифига Ну мы пройдем Все выборы В принципе Так Вспоминались Ночные страхи И трахи Ночной трах Мама с папой Примерно здесь Я видел те силуэты Блять Что так быстро Нумирается этот эффект Так Когда я Прилят Половину пути до леса Сугробы доходили до колен Здесь они ковыркались Прыгали Хороводили Музыка заиграла в подсосна Гипнотизирующая И влекущая При свете дня Те далекие фигуры Казались просто сном Солнце Из пепеливого Кошмара Но осталось Послевкусие Отдаленный звон в ушах Измотанные тени Позущие передо мной На снегу И чуть слышный Щепоток В голове Неясный Почти что ласковый Как вот это Мой язычок Который сейчас Вылезет из эротика Вот такой Было тихо Слишком тихо Так тихо Будто в мире Не осталось больше Ни хуя Ни земли Ни неба Ни родителей Ни воли В это время кончило Уперлась тупик В частокол Из сосен В частокол Из хуев Тишина порой бывает Сношнее криков У меня кстати Синдром Туретокста Я не просто так мутируюсь У меня синдром У меня синдром Турчинского Родители кричали Друг на друга И мы с Олей Каменели Прислушиваясь Ко я и перепелка Блять Но потом наступила Оглушающая Тишина хуито Квартира Онимела за несколько дней До нашего приезда И уже вспомнилось С трудом Вспоминалось С трудом Точно это было В прошлой жизни Что когда-то Мама с папой Шутили Смеялись Проводили много Времени Вместе Че ты Да А когда Целовались Приоли Оно всегда Мурщилось И забавно Фыркало Как пожилая Лиса Хуй соса Один день Все изменило Нечто важное Ушло из нашего дома Что-то страшное Заполнило Образовавшееся Пустоту Словно Вспыхнул Вспыхнуло Пламя Атомного пожара И родители Среди ночи В ППХ Собрали вещи Спасая себя Кстати А вот интересно А что изменилось Почему они так резко Сбежали Получается Со своей городской хатой Вот в эту хату Деревенскую От кого Может бандиты Это же 90-е Как я понимаю То есть Возможно Это были бандюхи Может бандюхи Согнали Не от тех людей Что появлялись В нашем прежнем доме Людям с ледяными Как у мертвецов Глазами Ну понятно Они там Бутера Там для деграда Там сидели И естественно Там у них Глаза потом Ммм Сок Найсовый Кса Добряю Яблоко Люблю Волжский полисад Конечно лучше Но Что есть То пьем Будто они во всем Видели Лишь клубки Червей На зель Черной земле Я вздрогнул Прогоняя Наваждение Я смотрел Орлика Только я Это белое поле И ветер Что угонял По снегу Ледяную пыль И хвосты Пороша Щурясь от солнца Я смотрел Лезть Где царил Мрак Кстати Я щурясь от солнца Даже если он за облаками Просто бывает Солнце такое Знаете Яркое Жгучее Что даже Вот облака А все равно Но как-то Тебя достает Вот это Вот это Солнце Зимнее И да и не зимнее И весеннее На фоне Ослепительной Белизны Он был Необычайно Темен Узловатые Корневища Змеились Под снегом Как питоны Прелая Листва И хвойные Иглы Вмерзлись В лед Всякие Колючие Ветки Приплетались Навевая Неуютные Мысли А решето Защищают Леони Нас Или наоборот Удерживают Нечто Внутри На одной Из острых Веток Что-то Висело Это варежка Сейчас Достижение Будет Увязая В сугроб Я порабрался Ближе Почти К самой Границе Лисы Увидел Вязаную Варежку Точно Раненая Птица Среди Изголодавшихся Потемок Может Отнести Ее Милиционер Так Из их Старшей Хоть и выглядел Угрюмо Напомню Капитана Казанова Из моего Любимого Сериала Улица Разбитых Фонарей Но это Реально 92 тысячи Я просто Не помню Эти разбитые Фонари Были Не смотрел Кста Не смотрел Так Российский Я просто Не любил Все эти Детективные Сериалы Вот эту Полицию Я кстати Дико Не любил За это Ну Я помню Прям детство Детство Конец 90 Начало 2000 Мне не нравились Все эти сериалы Смотреть было Просто нечего На любом канале Всегда там Расследование Все эти сериалы Бандиты Полиция Мне это никогда Не нравилось Мне нравились Именно экшены Там В фэнтези То есть Я помню По первому каналу Еще в те времена Шли фильмы Какие-то крупные Периодически Типа Одиссея Там была И там Чуваки С тонущего корабля Спасались Мне все нравились Именно американские Фильмы С детства Мне нравилось Что там есть Накал страстей Там сюжет Интересный Снято было Красиво Намного лучше Потому что наши фильмы Все они казались Очень дешевыми Какими-то Не знаю Посредственными Те что пока По ТВ шли в кино Мы тогда не ходили С водителями Поэтому все что я видел Это вот По ТВ Некую посредственность И российскую И очень редко Когда удавалось Посмотреть что-то Современное Из тех Из американских Фильмов 2000 Так меня это Все радовало Там на СТС Были такие классные Фильмы И кстати Многие фильмы Из 2000 Я пропустил В то время Потому что Ну то торрентом Я тогда научился Пользоваться Потому что Естественно Фильмы можно было Купить на дисках На DVD Но даже По сегодняшним меркам Они стоили Тогда это было Дико дорого Сейчас это Ну тоже как бы Окей Фильмы стоили 400 рублей Сейчас в принципе 800 когда как На кинопоиск Зашел Mortal Kombat За 800 рублей Фильм на Час 50 Пиздец да А раньше В видеосалоне Можно было купить Си официальный DVD За 400 рублей Как бы Плати 400 рублей За За фильм Который Ты посмотришь За 2 часа Это было странно Особенно Когда игры Стоили допустим По 200 В то время 200 400 рублей Я помню Call of Duty выходила Четвертая Вот та самая Которая сделала Серию знаменитого Modern Warfare 300 по-моему 90 Нет 450 Помню В подвале Покупал Официальный диск От нового диска Сейчас даже Нового диска Нету толком Сейчас вот Софтклаб Есть 1С Раньше Был новый диск Софтклаб И вот О нем Пускали игры Я помню Я купил диск За 450 рублей И это показалось Дорого Это было Дорого Потому что Игры все стоили 300 350 рублей Максимум А тут 450 И это казалось Как типа Ну Это было дорого Это было дорого А потом Это стало нормой То есть Там и ценник Поднимался Я помню Тогда уже Уезжал из России Там 800 уже Начали стоить То есть Новый шаг Там 600 800 Постепенно Постепенно Как бы Сейчас Мы говорим 2000 за игру Но уже Как-то Привыкли То дорого Это прям Очень дорого А тогда 450 Казалось Дорого Сейчас 150 Инди Игры Стоят А раньше Инди Игры Я не знаю Там Я помню На дисках Инди Игру Можно было Купить За Ну от 50 Если Это прям Говно Говно До 150 Рублей За 150 Можно было Купить Полноценную Игру Себе 150 Рублей Игра На 80 100 Часов РПГ Какая Нибудь Стоила Вот так Так что Было Интересно Такой же Полный Тревоги С усталым Взглядом При этом Храбрый И сильный Поможет ли Ему Варежка Найти Пропавшего Пацана Послушайте Далекий Крик Кажется У реки Словно Сами Деревья Звали Кого-то То есть Это может Его кто-то Ищет Подхватили Уже Ближе Там за деревьями Кто-то Стоял Хоронился Я понимал Скорее всего Кто-то Ищет Пропавшего Мальчика Но все же Было что-то Странное В той фигуре Я никакой фигуры Пока не вижу Варежка Болтается В нее Неподвижность В том Как она Неестественно Кланивалась К земле В ее черноте Там никого Нет Лишь ветки И корни Просто Мое воображение Где-то Громко Захлопали Крыльями Птицы А дерево Один И стен Я на секунду Отвлекся Ка вновь Посмотрел На то же место Фигуры Уже не было Померещилось Что-ли Евгену Долго Очень долго Стояла Тишина Где фигура Мускулы Мои были Напружены Сердце Грохотало В горле Любой шум Молещен Методвижение Щепоток Из чешобы Я брошу Избежать Щепоток Может Шепоток Странный Словник Открыть Шепоток Какой Твою Выдумаю Блин Слова Потом Мучайся Сиди Но ничего Не происходило Я вновь Посмотрел На варежку Убежать Взять Взять За это Достижение Дадут Я принял решение Снять Эдинокую Варежку С ветки Это Это Пиздец Их несколько Вовен Чувак Тебя убьют Тебя убьют Крик прокатился По полю Расселся Вдали Без эхо Без надежды На отлик Нет Тыкай Нахуй Они близко Тыкай Нахуй Тыкай 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 Бери Тыкай Шагнув К ощетине Шиндем Я пытался Снять Свою находку Она Не продавалась Я Придел Сильнее Ветка Хрустного Варежка С чавшкающим Звуком Монстр Оторвался От сучки И осталась У меня В ручках Слишком Тяжелая Мокрая Я не вынажал И на снег Тонкой Струки Появилось Что-то Темное Но С угробом Закрубился Парк Это кровь Это кровь Это нефть Что это Я замер С отращением Моя взглядовая ладоня Красная Это кровяка Его съели Без квяток В торце В наступающую тишину И раздумывая Бросился Прочь Тыкай Тыкай Хлопай Стопы Пизда Кто-то мчался Из тимоты Ломая оси Съявительно Сокращая Пожилое расстояние Ноги Ноги Вязли В снегу В голове метались Безумные Пожилые мысли А как убрать Я хочу Посмотреть Сы как бежит Как тыкает Спорт Видишь Он спорт Ноги Вязали В голове метались Безумные мысли Сейчас Хватит Сапают Удачат Чаще Навсегда Но был другой голос Наверное голос Разум Он придавал силу Ускорял Бех Ты сможешь Не останавливайся Позади раздался Звериный Рык Ры 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 Казалось Ни одна голодная Тварь А целая стая Тая Тянет Ноздремя Морозный Воздух И чует Мой трах Сверху захлопали Два гигантских Крыла Это был Псиродуктиль Это был Вонсор Разрезан Тывал восемь Кушать не просим Огромный тень Пронеслась Над поляной Что-то заухало Захрипело Это была бешеная Дикая сала Теперь уже Лечали со всех сторон Из сухого малинника Из-за перекур Укупленных Акций Из-за бурелома Быстрее беги Не оглядывайся Словно в дурном Сновидении Снежная поляна Стала вязкой Как зыбучие пески Я пытался на одном месте Вырвал ногу Из рухлой ловушки Чтобы попасть в следующую Еще более глубокую Я продолжал Слушай А по виду Как будто флэш бежит Погружаясь в губы Уже с каждым Отчаянным рывком Разве снег Умеют так держать Я запят ужас Сообразив Что это и снег Что Кто-то с угодом Схватил меня За штанишки В которые я пописал От страха Собрался всего В кулачи Но я рванулся вперед Давление исчезло И ботинок высказан Узьяма Подошва оттолкнулась От твердой поверхности Одним прыжком От стик Расчищенной тропинки Оттуда помчался к дому Его угрюмый фасад Уже не казался враждем Добыл моей защитой От хлопающих крыльями теней От ползующих Под снегом Существос Но возможно Что это его воображение И нихуя там нету Ну как бывает Знаешь Когда ты Литл Когда ты Бэйби-бой Ты начинаешь Видеть всякую хуйню Я столкнулся По рукам И врезался в дверь В ппхах Развлечил на ней царапины Словно пёс Бил лапами по дереву Трема что Отпустили погреться Хотят на прогулке Я не заметил Другой покрытий То есть кто-то реально тут был Кто-то реально ломился в хату Я не слышал Идет ли кто за мной Что если я Ну он уже в дверь А мама заперла дверь Я запил мой страх И делал бы ручку Там подобно поддалась И я оказался в хате Я валился в коридор Тут захлопнул дверь Доски крыльца Тихонько запищали То преследователи Поднялись по ступенькам У меня соскальзывали пальцы И никак не получалось Защелкнуть замок Стиснул зубы Айдем в железный обалдашник Загоняя запор в проем планки Я таращился на дверь За преградой Тонкой жалкой Бесполезней одеяла Кто-то стоял Креплое дыхание Проникало в дом И накатывало волнами Отчетливо пахло Хвоем и потом Мама выглянула из кухни И бесстрастным голосом Как часто говорилось Отцом отчекаривала Что конкретно Тебе не ясно В просьбе не хлопай дверьми Я Я случайно То есть ей похуй Что я вышел из дома Ясно мать говном Я покатился на пожилую дверь Запах исчез Вместе с ним и дыхание Там и правда кто-то дышал Двести в пяти метрах от мамы Страх понемногу ослабевал Таял Как снежок тепля Вместе с ним и остатки сил Мне кажется Это воображение Это было воображение И всего так Ноги подогнулись Я упер за в стену Чтобы не плюхнуться на пол Вдруг вам на лицо изменился А видимо поняла Что я обосрался Так всегда Вначале мамка обосрет тебя А потом мамка будет жалеть У меня так было Когда я болел Или кашел Вначале мамка типа обосрел Что опять заболел Потому что я часто болел Ну как часто На самом деле Я вполне нормально болел По нескольку раз в год Это ну типа норм было Ледяная маска строгости И отстраненности Мигом слетела Мама стала Плюс чат Ай у нас не стрим Ставь лайк Если у тебя мама такая же Точно Ты начинаешь кашлять Или там ты болеешь И мамка вначале Вначале не знаю Бомбит на тебя Потом жалеет Ледяная маска Маска у меня маска Маска я масочник Да На мне маска А ты как одел Другалек На мне маска Ледяная маска Строгости Отстраненности Мигом Слетела Слет маски Это был слет маски От мамки Мамки маска слетела Маска ебаная Мама стала такой же Какой была до всех этих ссор Наконец-то Она увидела Мое состояние Мои облепленные Гвоздья Гроздьями Снегом Мокрые штанцы Я тебе что говорила Чтобы ты дома сидел Я и для тебя Пустое место Ты никто Ты грязь Под моими ногтями Поняла Мать И испугался Что она сплачется Поделился к ней Как в детстве Ка просился на руки Но мама Успокоилась И вновь стала прежней Ну то есть Нормальной То есть злой Глаза ее блеснули Сталью У вас Отца сигареты пропали Признавайся Ты их стащил Курить бегаешь Не Моя младшая сестра Курит сигарет Слушай Отца сигареты пропали Может у него Любовница их забрала Как думаете Там Там За мной Кто-то гнался Я думал Меня Пытаясь ее обезти Я начал заикаться Как будто у меня был Турет Слезы подступили к горлу Мама склонилась И обнюхала меня По-звериному Выискивая запах табака То есть Все что ее интересует Это курил я или нет А то что мне страшно И плохо И то что я Это Это насрать Диспичная мать Потом у хмру Прищулась И с недоверием Посмотрела во двор И тут же Измившись лице Прикрыл рот ладошкой Прямо у забора Кто В сердце Ихачно забилось Будто я снова был добычей Загончик преследовал меня в поле Я кто был поклясся Кто-то заскребся в дверь Точно-ночь как в моем кошмаре Мама поманила пальцем И я кое-как Навражь с милостью Выглянул в кухонное окно В лицо Своему страху А что там было А что там было Вы узнаете В следующей серии Орлики Вбей Вбей нахуй Увидимся в следующей серии Что-то игра Начинает заводить меня Вот я жалею Что я ее упустил Надо чаще заходить В гости Купли новую на канал Чтобы не пропускать контент Всем спасибо за просмотр Спасибо кто игру просил Всем пока До следующей серии Я не знаю когда будет Буду сразу снимать регулярно Тут просто Это трезик презик Вышел Сами понимаете Некогда было снимать Вы же понимаете Конечно вы понимаете Всем пока Всех люблю Целую Обнимаю Няшу вас Очень нежной любовью Всем пока